Ссылка на пресс-релиз, указанная в публикации, переводит нас на сайт justice.gov.usao-sdni.news И там действительно есть такая новость от 8 марта. Только вот настоящий сайт Министерства юстиции США выглядит вот так. И на нем такой новости нет. И близко. Да и шапка сайта выглядит иначе. И разница в адресной строке в нескольких символах, а именно USA OSDNI. Вот так создают фейковые новости. Понятно? Это все фейк. Делайте выводы сами о публикации как на якобы сайте юстиции США, так и на сайте ForkLog. Ничего не имею против ресурса ForkLog, но не люблю, когда обманывают и вводят других в заблуждение. Кто за честность? Предлагаю зайти и оставить свои комментарии на сайте. Но для того, чтобы убедиться, давайте еще раз все перепроверим. Заходим с вами на официальный сайт Министерства юстиции justice.gov. В левом верхнем углу мы здесь видим Министерство юстиции Соединенных Штатов. И давайте попробуем сделать поиск. Вот в правом верхнем углу введем ключевое слово OneCoin. И нажимаем лупу, чтобы он сделал поиск. И поиск выводит нас на ту самую статью, в которой разбирается деятельность OneCoin и непосредственно Константина Игнатова. А то, что оформление немного отличается, так это очень просто. Потому что речь идет о подразделении Министерства юстиции, которые относятся к Южному округу Нью-Йорка. Вот здесь в левом верхнем углу мы читаем, что Южный округ Нью-Йорка. То есть, я так понимаю, оформление страницы просто немного отличается от оформления главного сайта. Поэтому, Светлана, вы пишете «Не люблю, когда обманывают и вводят других заблуждения». Похоже, что вы сами этим и занимаетесь. Якобы разоблачая фейки, вы создаете собственные фейки. Если вы не в курсе, что на одном и том же сайте могут быть разные разделы с разным дизайном и разным оформлением, то рекомендую вам помалкивать на эту тему и не позориться. Если бы информация, опубликованная на сайте Министерства юстиции, была фейком, и Константин Игнатов на самом деле не арестован, то этот фейк очень легко можно было бы разоблачить. Константин Игнатов гуляет где-то на свободе, записывает короткое видео, говорит «Ребята, там про меня ходят всякие слухи, что я арестован, что я в тюрьме. На самом деле это все фейк, это все вранье. Вот я на свободе, гуляю, смотрите, наслаждаюсь жизнью». Правильно? Очень легко можно было бы это сделать и все разоблачить. Но что-то не видно разоблачающих видеороликов от Константина Игнатова. Ну, видимо, потому что из камеры, где он сейчас находится, проблематично это сделать. Поэтому, господа разоблачители фейков, прежде чем браться за разоблачение фейков, рекомендую 10 раз подумать, чтобы самим не оказаться фейкометами. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.